столкнулись с проблемой что у нас тупая цепь нам любезно предоставили точилку хамеровскую сейчас мы ее будем юзать немножко отредактировали вроде как положение ну конечно инструкция будет читаться потом когда у нас что-то не получится ну а сейчас попробуем система такая сначала точится одна сторона цепи потом переворачивается на другую сторону и точится вторая часть есть здесь упор упор который не дает цепи сыграть назад зубчик запускается ручка и просто опуская диск она начинает точить ну как-то так наверное и таким вот способом протягиваем так что-то две одинаковые вот видно что она убита нормально покоцана ну Ну, как-то так. Алексей Мастер. Так, цепь наточена. Контрольный запуск. Поехали. Что, лучше? Молучше, чем было. Молучше, чем было. Главное, на гвоздине напородку. Ну, в общем, разобрали полы. Начали пилить доску. Так получилось, что после пятой распиленной доски пила перестала пилить. Дело было не в самой пиле, а именно в цепи заточки. То ли неправильно заточили, то ли что. В общем, мы решили все доски просто выкинуть на улицу, как перегной использовать. В дальнейшем они там убить на огару. Сейчас надо просто освобождать весь. Хламать, выкидывать, рассовывать по мешкам, выкидывать. Ну, расскажи, что там со стенкой. Вот, да, самое интересное. Здесь было что-то вроде такой вот опалубки с этой стороны. И когда мы начали разбирать пол, отрав одну доску, вся в палубку упала. После чего, конечно, вместе с ней упало еще пол стенки. Увидели такую вот хрень. В общем, это ничего страшного. Просто зимой будет холодно. Ну, и как бы... Собираемся устранять это все? Да. Что сейчас, полами займемся? Сейчас, да, чисто будем полы делать, а полок уже отбиваться. В общем, я на самом деле хусь для чего делать. Я вообще первый раз в поле занимаюсь. В детстве я уже занимался таким. Ну, и так. Начинаем снимать землю. Уровень земли снимать будем примерно в два штука. Вот, здесь видно. Покажи, как было. Ну, примерно. Было вот. Расстояние сантиметров 10 оставалось. Сейчас будем опускаться на такое расстояние. Все равно еще будут полы заливаться. Это будет выше. Плюс обшиваться. Потолок. Выбираем с запасом. В общем, работы тут. Непочетный край. Вот это все. Вот таким способом выбираем. Может, тут трактор сюда закрыть. Пришлось в это здание снести. В общем, копали мы, копали. Дошли до плиты, где у нас должна стоять печка. Вот. Но, когда начали копать, эта плита начала играть сбоку на бок. Все дело в том, что она была поставлена в песочную основу, ну и поэтому она сыграла. Плюс, значит, часть пола старого. Что мы решили? Выкопать яму и закинуть сюда эту плиту. В дальнейшем будет неплохая опора. Будем выставлять стойки. В общем, смотрим. Готов? Готов. Главное, чтобы влезла. Да. Опа. Как родная. Охуенно. Копалась на глаз. Ну, покойся с миром. Кто бы там ни был. Ну, в принципе, хорошо встала. Блядь, ну поглубже, наверное, не надо было. Ну, почему поглубже? Плюс стяжка. Плюс песочная подружка. Ну, вот расскажи, как мы решили сделать. Ну, в общем, от этой стенки на метр, наверное, на полтора, нет, метр, наверное. Ну, так, да, наверное, по основанию кирпичей? Ну, офигенно. Это надо проделать, чтобы тебе подходить, удобно было стоять. В общем, по окончании, наверное, даже вот этой вот плитки будем делать чуть выше, чем основной пол. Грубо говоря, на сантиметров 20 выше. То есть здесь мы так и оставим. Здесь будем копать ниже. Углубимся. Здесь у нас будут стоять полки. Складывать материал, заготовки и тому подобное. Чтобы не мешало в процессе работы, ну, подходить к полкам. И мы почему не хотим, ну, снимать весь пол в один уровень, потому что с той стороны стены, там как бы вырыта яма на всю стену. Вот, и поэтому стена может немножко сыграть или поплыть, если копать глубже. Поэтому мы решили как бы оставить этот уровень пола рядом с стеной, со стеной таким. Сюда уже углубляться еще сантиметров на 20-30. Ну и зальем, естественно, все это дело ступенькой. А теперь подписывайтесь на наш канал. Не забудьте поставить палец вверх. Что там еще он говорит? Лайки, комменты, репосты. Лайки, комменты, репосты. Смотрите наше видео. И Тимати поцелует вас. Засос. Насчет этого я не уверен. Ну ты же фанат, Тимати. Я не знаю. Ты фанат килты? Да, я. Килта. Финское качество. Юдор. На русский манер. Не ломай, хорошая плита. Слушай, не на туда, не забивай ее камнями. Обсыпем ее песочком. Добавить песок, ходи землей засыпем. Песок просядет, хорошо будет. Песок просядет, земля забьется и будет мертва. Земля не так хорошо забьется, как песок. Вот этим вот песочком как раз и можно... Давай спросим у зрителей, что они думают. Зрители думают, что надо песком. Как вы думаете, оставляйте свои комменты. Как вы думаете, чем лучше засыпать? Закидать всякий мусор? Там куски бетона, стекла? И засыпать землю, утрабовать? Либо засыпать, оставить так и засыпать последшим песком, чтобы он утрабовался, как он там сам по себе? Нет. Песок ты сыпешь, потом поливаешь водичкой. Он уплотняется, проседает. Ну это такой способ, когда у тебя нет трамбовки. Для ленивых. Ты песок мочишь, он как бы начинает уплотняться. В общем, сейчас ничего не делаем. На следующий выходной приедем уже. Ну добишься на этом, и видео заканчиваем. Для тех, кто досмотрел до этого момента, мы можем подвести итоги того, что мы сняли полы, которые приблизительно находились вот на этом уровне. Вот, и вот столько вот мы еще, как бы, добрали до пола. Еще это дело. Здесь вот так вот тут. Ну вот, ну по колено. Сантимов 40, наверное. Ну, в дальнейшем, думаю, углубиться еще чуть побольше. Так. Углубимся. И будем подготавливать все это дело к стяжке. Как бы, трамбовать, наверное, это дело не будем. Потому что земля достаточно плотная. Сделаем основу из песка. И поверху кинем гидроизоляцию какую-нибудь. Ну, типа рубероида или пленки. И зальем стяжку. Ну, песок перед этим, конечно, пролил водичкой. А может даже пройдем трамбовкой. Посмотрим, если у нас получится ее замутить. Ну, пойдем трамбовочкой. Ну, заливать, естественно, будем ручным способом. То бишь, намутим миксер где-нибудь. Не миксер, а бетономешалку. Есть песок. Там целые залежи. Оказывается, колландайк. Такие дела. Спасибо всем, кто с нами. Ну, скажи ты теперь что-нибудь. Спасибо всем, что вы с нами. Главный наш спонсор. Фирма Килта. Килта. Финское качество ремонта. Вот вы видите хибара. А на выходе будет финское качество. А если не будет, значит, финну вовсе виноваты. Ты растягиваешь, видишь, как толка. Да. В конце всякую чушь нечего. Давай, будешь я. Давай, будешь я.